Счастливые дети, спокойные родители. Лозунг сотрудников детского оздоровительного лагеря на базе лицея номер 21. Первая смена уже закончилась, теперь время второй. Три недели, два отряда подряд и 50 детей. По традиции открытие сопровождается праздничной линейкой и концертной программой. Давайте за мной вместе. Три, четыре. Как же называется наш лагерь? Солнце! Солнечки, все-то вы знаете. В лагере у детей помимо оздоровительных процедур есть и развлекательная программа. А когда за окном льет дождь и нет возможности выйти на прогулку, дети с педагогами смотрят и обсуждают мультфильмы. Мы вчера смотрели старый советский мультфильм «Свете к семи цветик» и с детьми разговаривали. Они с вами говорили, что единственное было, последнее желание было правильно, а все остальные были такие неважные. Многие ребята проводят в лагере вторую смену подряд. Второклассница Анжелика Ханова говорит, что дома летом скучно, а здесь всегда много увлекательных игр, старые и новые друзья. Мы тут спим, кушаем, играем, увлечаем новые. Тут и друзья, и весело, и игроки много. Можно даже книжки почитать, посмотреть, с друзьями новыми познакомиться. В гости к отдыхающим приехала лидер движения общественной поддержки Химке интересна жить Ирина Андреева. Она посмотрела, как живут, отдыхают и чем питаются дети второй смены. Вкус детства, как мама прям испекла. Вкусно очень. Пребывание детей в лагере оплачивается на 90% администрации города. Стоимость путевки низкая, и семья может себе это позволить, это 971 рубль. А также есть категория льготных граждан, которые не платят в принципе. Благодаря проведенной реконструкции в этом году 21 лицей смог принять на летний отдых гораздо больше детей. Введена в эксплуатацию новая пристройка 11 января 2021 года на 200 мест для детей начальных классов, где мы с вами сегодня увидели лагерь. Как признаются родители, подобные летние лагеря при школах – большое подспорье. Ведь не у всех есть возможность отправить своих чад к бабушке. А здесь можно быть уверенными, что ребенок не только будет занят полезными делами, ему обеспечат хорошее питание. Ну и что самое главное, он будет отдохнувшим и счастливым. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!